Шаббат Шалом Бамидбар Также и первая глава называется Бамидбар Я прошу сейчас встать со мной, помолиться перед чтением Торы Баруха Таа Дунай Элогейну Мелыхаулам Ашер Бахарбану Миколь Аамим Ванатан Лануэ Торато Баруха Таа Дунай Нотэна Тора Благословен Ты, Господь наш, Царь Вселенной Который выбрал нас из всех народов и дал нам свою Тору Благословен Ты, Господь, дающий Тору Амин На первый взгляд, когда я только считал эту недельную главу Мне показалось, что она довольно техническая И думал, чем можно поделиться Но когда начал немножко углубляться Задумываться, то оказывается, там есть много глубоких смыслов И прообразов даже Которые напрямую касаются нас Глава называется Бамидбар Бамидбар Это буквально переводится как В пустыне Пустыня Также еще называют Эту главу недельную Называют еще И сказал Вайдабер Эти названия, они исходят из Первого стиха Первой главы первого стиха Звучит оно так Вайдабер Ашем Мэль Мошебе Медбар Синай И говорил Бог Моше в пустыне И говорил в пустыне Сейчас я прочитаю Полный стих Бамидбар Означает в пустыне Каждый человек Идущий за Богом Проходит пустыню Мы помним Что пустыню проходил Также Маше Авраам Маше с народом Израилем Проходил Ну Странствовал по пустыне И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской Скини собрание В первый день Второго месяца Во второй год По выходу Из земли египетской Очень важный пример Для нас Оставил нам Господь наш Иешуа Когда он был 40 дней В пустыне Пустыня Это этап Умирания И возрождения Так сказать Помните Свои Первые чувства Чувства После молитвы Покаяния Или твилы Это Незабываемый Период в жизни Человека Потом приходит Более зрелый Более зрелый Период И начинается Что-то новое Что-то совсем новое Начинается Взросление Так сказать Тут уже требуются Самостоятельные шаги И более Ответственные Решения В жизни Господь Так вот Господь Он учит нас Дает испытания Которые Которые закаляют Нас Они развивают Нас И делают Нас Сильнее Вайдабер Что касается И сказал Более 150 раз В книге Чисел Встречается Только в книге Чисел Встречается Эта фраза Более 150 раз Бог Отмечу то Что Бог Говорил Смошение Через Видения Не через Сны Он Разговаривал С ним Вот Наиву Я сейчас Прочитаю Об этом В числах 12 глава 8 стих 12 глава 8 стих Устами К устам Говорю я с ним То есть Можно сказать Как Лицом к лицу Говорю я с ним И явно Они В гаданиях Как бы Не в загадках Говорит Господь И образ Господа Он видит Как же И образ Господа Он видит То есть Он разговаривал С ним Наиву Это Только Ишуа Наверное Как бы Имел еще более Отношение С отцом И мог так Говорить Итак В пустыне И В пустыне И сказал В чем связаны Эти Словосочетания По-настоящему По-настоящему Услышать Бога Когда человек Опустошен Он Сокрушен Готов Принять Целиком И полностью Слово В свое сердце Тогда Намного Отчетливо Слышен Голос Творца Намного Яснее Вырисовывается Его план Для человека Тем более Когда Пустыня Вокруг Пусто И Не знаешь Куда И Самое Время Всевышнему Занять Его Господствующее Место В нашем Сердце В нашей Душе В сегодняшнем Отрывке Торы Мы читаем Как Бог Говорил Смаше Чтобы Он Иарон Провел Осмотр И исчислил Исчислил Сынов Израиля От 20 лет И выше Всех Которых Все Которые Готовы К войне Происчисление Сейчас Прочитаем В числах Первая Глава Второй Третий Стих Исчислите Все Общество Сынов Израилевых По родам Их По семействам Их По числам Имен Всех Мужского Пола Поголовно От 20 лет И выше Всех Годных Для Войны У Израиля По Ополчениям Исчислите Их Ты И И Аарон Ранее Бог Ранее Еще Бог Говорил Израиль Израильтянам Что он Поведет Их В землю Где живут Другие Племена В землю Которую Нужно Будет Завоевать И вот Господь Повелевает Провести Такое Исчисление Чтобы Поголовно Поголовно Показать Кто В этом Может Участвовать Вот Что значит Исчислять Один Один Из Переводов Одни Из Переводов Исчислять Говорит Исчислять Значит Посещать С Благословением Или Судом Обращать Внимание Назначать Призывать К Обязанностям И Службе Или Службе Созывать Войско Быть Осмотренным Быть Исчисленным То есть Вот Бог Исчислял Он Обращал Внимание Он Назначал Он Призывал К обязанностям Или Службе Созывал Войско Он Осматривал Их Сам Всевышний Осматривал Исчислял Их Для Исчисления Бог Повелевает Маше И Аарону Взять По Одному Человеку Из Каждого Колена Он Даже Называет По Имен Этих Людей Значение Имен Очень Часто Показывают Они Часто Показывают Состояние Народа В числах Первой Четвертый Четвертый Пятый Стих С вами С вами Должны быть Из каждого Колена По Одному Человеку Который Вроде Своем Есть Главный И И Имена Мужей Которые Будут С вами От Рубима Элицур Сын Шадеура И Дальше Перечисляется До 15 Стиха Имена Глав Колен И Хотелось Бы Посмотреть Об этом О чем Говорил Значение Имен Очень Часто Показывают Состояние Народа Какое Значение Оно Показывает О каком Состоянии Име Ввиду Я посмотрел Что означают Эти 12 Имен Глав Какие Значения Их Имена Элицур Значение Имени Бог Моя Твердыня Шалумель Мой Мир Бог Нахшон Змей Элиав Бог Мой Отец Элишама Бог Услышал Бог Тот Кто Вознаграждает Меня Аведам Отец Мой Судил Меня В смысле Бог Пагиэле Бог Открывающий Меня Открывающий Мне Элиасав Бог Мой Близкий Друг Вот Что такое Что такое Имя Мы видим С вами Что практически Не одно Имя Не обошлось Не обошлось Без Воспоминания О Всевышнем Имя Получается Это как цель Смысл жизни Имена Пока Имена Показатель Что народ Жил С Богом Что Непрестанные Чудеса Мана Столб Столб Вот Там Огненный Был В их В их Жизни Было Много Чудес Там Вот Такие Вот Моменты Это Говорит о том Что Господь Он Рядом И Присутствует В их Жизни И По-другому Сложно Сложно Представить Как бы Они назвали Еще своих Детей Читать Сейчас Числа В числах Один Шестнадцать Девятнадцать Это Избранные Мужи Общества Начальники Колен Отцов Своих Главы Тысячи Израилевых И взял Моисей Аарон Мужей Сих Которые Названы Поименно И Собрали Они Все Все Общество В первый День Второго Месяца И Объявили Они Родословия Свои По родам Их По семействам Их По числу Имен От двадцати Лет И выше Поголовно Как Победил Господь Моисею И Сделал Он Счисление Им В пустыне Синай Также В числах Один Сорок Пять И Было Всех Вошедших В исчисление Сынов Израилевых По Семействам Их От Двадцати Лет И Выше Всех Годных Для Войны У Израиля И Было Всех Вошедших В исчисление Шестьсот Три Тысячи Пятьсот Пятьсот Дальше Говорится О Левитах Тоже В числах Первой Главы Сорок Седьмой Стих Сорок Седьмой Стих О Левиты По Поколениям Отцов Их Не Были Исчислены Между Ними И Сказал Господь Моисею Только Колено Леви Не Вноси В перепись И не Исчисляй Их Вместе С Сынами Израиля Левиты Были Ответственны За Духовное Состояние Израиля Показывая Как человек Может Приблизиться К Богу Иметь Общение С Ним И при этом Не умереть В числах Первая Глава Пятьдесят Истик Дальше Говорится Но Поручи Левитам Скинь Откровение И все Принадлежности И все Что при ней Пусть Они Носят Скинию И все Принадлежность И служат При ней И около Скинии Пусть Ставят Стан Свой И когда Надобно Переносить Скинию Пусть Поднимают Ее Левиты И когда Надобно Остановиться Скинии Пусть Ставят Левиты А если Приступит Кто Посторонний Предан Будет Смерти Сыны Израилевы Должны Становиться Каждый В стане Своем И каждый При своем Знамении По Ополчениям Своим А левиты Должны Ставить Стан Около Скинии Откровения Чтобы Не было Гнева На общество Сынов Израилевых И будут Левиты Стоять На страже У Скинии Откровения В числах 3 3 С 5 Стиха Говорится И сказал Господь Моисею Говоря Переведи Колено Левиана И поставь Его Перед Аароном Священником Чтобы Они Служили Ему И пусть Они будут На страже За него И на страже За все Общество При Скинии Собрания Чтобы Отправлять Службы При Скинии И пусть Хранят Все вещи Скинии Собрания И будут На страже За сынов Израилевых Чтобы Отправлять Службы При Скинии Отдай Левитов Аарону Брату Твоему И сынам Его Священникам В расположение Да будут Они Оданы Ему Из Сынов Вся Жизнь Левитов Была Полностью Посвящена Служению Служению В Скинии И Бог Называет Их Своими Своими Бог Называет Их Своими Об Это Пишет В числах 3 главы 12 стих 12 стих Вот Я взял Левитов И сынов Израилевых Вместо Всех Я взял Левитов И сынов Израилевых Вместо Всех Первенцев Разверзающих Ложественно И сынов Израилевых Они будут Взамен Их Левиты Должны Быть Мои Ибо Все Первенцы Мои В тот День Когда Поразил Я Я всех Первенцев В земле Египетской Оставил Я себе Всех Первенцев Израилевых От человека До скота Они должны Быть Мои Я Господь И сказал Господь Моисею В пустыне Синайской Говоря Исчисли Сынов Левианых По семействам Их По родам Их Всех Мужского Пола От одного Месяца И выше Исчисли Исчислил Их Моисей И Аарон По слову Господню Как повелено Далее 39 стиха 48 стих Горицы Всех Исчисленных Левитов Которых Исчислил Моисей И Аарон По повелению Господню Продам Их Всех Мужского Пола От одного Месяца И Выше Их 22 тысячи И сказал Господь Моисею Исчислил Всех Пермицев Мужского Пола И сынов Израилевых Уже От одного Месяца И выше И пересчитай Их По имена И возьми Левитов Для Меня Я Господь Вместо всех Первенцев И сынов Израиля Искот Левитов Вместо всех Первенцев Первородного Скота Сынов Израилевых Исчислил 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 Моисея Как повелел Ему Господь Всех Первенцев И сынов Израилевых И было Всех Первенцев Мужского Пола По числу Имен От одного Месяца И выше 22 273 Чуть 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 Больше И сказал И Все Это Производ По сути С каждым Из нас Кто В завете С Ишоом Ашехом Он Выкуплен Для того Чтобы Выделить Отделиться Отделить Нас Раз И навсегда Всевышнему В Откровении В пятой Главе В девятом Стихе Пятая Глава Девятый Стих И поют Новую Песнь Говоря Достоин Ты Взять Книгу И Снять С нее Печати Ибо Ты Был Заклан И Кровью Свою Искупил Нас Нас Богу Из Всякого Колена Из Всякого Языка И Народа И Племени Также В первом Петра Второй Главе Девятый Десятый Стих Говорится В первой Главе Ой В первой Петра Второй Главе С Девятого Стиха Девятый Десятый Стих Но Вы Род Избранный Царственное Священство Народ Святой Люди Взятые В Удел Дабы Возвещать Совершенство Призвавшего Вас Из тьмы В чудесный Свой Свет Некогда Некогда Не народ А ныне Народ Божий Некогда Непомилованные Они Ныне Непомилованные Давайте Не для Не для Не для того Чтобы Чтобы Игнорировали Служение Но Чтобы Учили Народ Для Левитов Это Было Честь Является Ли Это Сегодня Для Нас Честью Люди Часто Говорят Что Служить Могут Только Особенные Люди Но В этом Писании В этом Местописании Мы Видим Что Каждый Кто Пришел К Мессии Становится Священником Богу Поэтому Давайте Помнить Что Мы Являемся Царственным Священством И Будем Ценить Это Служа Нашему Народу Как Это Делали Апостолы Как Это Делали Ученики Ишу И Хотел Бы Закончить Такой Фразой Обычно Эту Фразу Произносят По традиции В конце В конце Книги И в начале Первой Главы Новой Книги Она Она взята Из второзакония И она звучит Так Хазак Хазак Внит Хазак Буквально Она означает Будь крепким Крепким И укрепляйся И я желаю вам Чтобы вы были крепкими Укреплялись Чтобы Слово Божье Было живо И действенно В вашей жизни Это был Свет Вас Господь Укрепляйся Укрепляйся